Здравствуйте! С вами Музыка Мензурата. Мы продолжаем наш разговор о музыке XIV века и сегодня речь пойдет об инструментальной музыке XIV века. Мы уже когда-то, когда говорили о XIII веке, отдельно был разговор о музыке инструментальной XIII века. Ну вот теперь инструментальная музыка XIV века, простите, что я повторюсь. И вот ключевой момент, в чем разница? Почему как бы начинается новый этап, и можно говорить о новом этапе? Давайте до перехода к музыке немножко отвлечемся. Я попрошу вас помнить трансляцию об Arsnova и о том, что стало важно как-то по-новому воспринимать и исчислять время. Мы тогда говорили, что восприятие времени и новое исчисление привело к новой нотации, потом к новой музыке, было еще одно такое вот довольно интересное событие, точнее довольно интересное следствие из этого нового ощущения времени. Начали появляться бифруа, часовые башни. Вот даже сейчас бифруа, вот Фландрии, то есть фламандские бифруа из севера Франции, это наследие, всемирное наследие ЮНЕСКО. Вот вы видите бифруа из Турне, из города Турне, откуда и турнейская месса. И вот такие вот часовые башни, в принципе, возродились не только там, просто там они в лучшей степени сохранились и вообще такое представляет из себя произведение искусства. И вот эти часовые башни, то есть башни с часами, возводились, начиная с 14 века. Там помимо башенных часов еще и были стражники, это были трубачи, которые в том числе должны были давать сигнал о времени, сигналы точного времени. Курантов еще не было, но сигналы какого-то точного времени несколько раз в день давали вот эти вот трубачи. Где-то эти сигналы были очень простые, например, в Германии, то есть это просто определенные сигналы. Но где-то вот на современной Бельгии, то есть вот в этом вот регионе, там иногда были целые ансамбли, которые играли полифоническую музыку. То есть появились у города вот такие вот музыкальные служащие. Вообще город изменился начиная века с 12-го. Начинались уставы городские, город получает большую самостоятельность. И особенно это было в наиболее урбанизированной зоне высокого средневековья, позднего средневековья тоже, в нижних землях. Вот как раз те самые районы Бельгии и Северо-Франции. Там, соответственно, были очень богатые магистраты, крупные города, и они нанимали себе музыкантов. То есть, во-первых, это были не только вот эти вот стражники, но и вообще музыканты. Зачем музыканты были нужны городу? И вот здесь ключевой момент, который нужно обратить внимание и о чем как-то редко, наверное, вспоминают при мысли о средневековье, это о гражданском городском обществе. Ну, как бы мы сейчас сказали, о гражданском городском обществе и обилии разных ассоциаций и прочих вот коммерческих и некоммерческих организаций в городе. То есть, в небольшом городе до 100 тысяч населения могло быть там десятки разных вот братств. Прежде всего, речь шла о братствах. Братства занимались благотворительностью, например, могли содержать целые госпитали, то есть там известные братства из Виньона, там два или три госпиталя построили. В других городах та же самая история, раздавали милостыню, проводили процессии. Есть еще, соответственно, гильдии, это уже такая коммерческая организация, но и гильдии проводили процессии. Итак, существуют процессии по городу, они начинаются в основном 14 веке. Во многих городах существуют десятки вот этих вот гильдий, братств и каких-то других вариантов некоммерческих организаций, то есть объединений граждан, и все они проводят какие-то процессии. У всех у них есть обычно какой-то святой покровитель, на день этого святого устраивается празднество. Как это могло выглядеть? Ну вот давайте попробуем посмотреть на то, как это сейчас пытаются восстановить в Йорке. Это ансамбль в Йорк-Уэйтс пытается восстановить подобные процессии, которые считывали не только в Йорке, но и во многих других средневековых, позднесредневековых, прежде всего, городах. И что вы можете заметить? Прежде всего, это духовые инструменты, ну и ударные, соответственно. Это то, что мы чаще всего находим в расходных книгах городов. Вот еще замечательный источник, который появляется в 14 веке, в основном в 13 веке, но в 14 гораздо больше. Это расходные городские книги, по крайней мере в 14 веке там упоминаются музыканты, и деньги, которые давались музыкантам, и, соответственно, музыканты, которые перешли на службу. И чаще всего речь идет о духовых инструментах, то есть прежде всего, в подавляющем большинстве духовых инструментов. Изначально это трубы, накры, вообще ударные инструменты, но чаще всего накры, и часто тростевые инструменты. И вот здесь довольно тоже интересный есть временной такой, временная такая граница. Она примерно в 1440 году, то есть до этого момента предпочитаются сочетания труб с тростевыми инструментами, с шалмеями, тем же самым с бомбардами. У меня даже есть термин во французских источниках корнамюза. Это может быть и волынка, как сейчас это слово используется, но также и инструменты с двойной тростью, то есть тот же шалмеи могут называться таким словом. Итак, сочетание. Вот то, что вы слышали в исполнении в Йорк-Вейтс. Там были тростевые инструменты, и это вот характерно до примерно середины 15 века. И тогда же очень интересно начинать набирать популярное слово «министрель». То есть оно известно из 13 века, ну по отношению к музыкантам, потому что по большому счету оно происходит от латинского слова «министр», которым вот в позднее средневековье, в высокое средневековье могли называть любого служащего. Например, официант – это тоже министр. И в принципе, по большому счету, при определенном развитии языка и министрельно могли называть официанта, по крайней мере, это с того же слова происходит. И удивительно, здесь, пожалуй, только вот существенная разница с словом «магистр», потому что «мини» – как бы малый стерц, как бы служитель, получается, и «маги» – большой такой служитель. То есть получается, что министрель – это такой вот антиметр, антимагистр немножко. Итак, слово «министрель» входит в моду в 14 веке. И почему это происходит? Вероятность тем, связанная, что вот эти вот министрели чаще всего музыканты, которые находятся на службе городу. То есть они служат городу, становятся городскими жителями. И интересно, что вот примерно к 1350-му, 16-му по всей Европе распространяются вот такие банды духовые, в которых есть ударные, тростевые инструменты, трубы. И это все примерно до 1440-х годов, то есть до середины 15 века. Вот как раз в это время распространение вот таких разносоставных духовых банд. И музыканты на службе города начинают, собственно, зарабатывать деньги. Иногда за один выход они могли получить до среднемесячной зарплаты, например, банковского служащего, если можно судить, по 15-му же веку. Но это вот такие высокооплачиваемые музыканты. Они могли быть и уже землевладельцами, и по большому счету самые успешные музыканты, министрели того времени, городские, они зарабатывали как, наверное, хороший специалист или хороший мастер из других гильдий. Но это только лучшие. Соответственно, было очень много и низкооплачиваемых, и вообще министрель того времени, городской музыкант, это скорее один из самых вот таких, если в среднем считать, низкооплачиваемых должностей. Интересно, что тогда же происходит гильдизация, то есть существовали там гильдии мясников, строителей. Вот гильдия министрелей была образована, и мы знаем уже и дату, и дату устава самого первого. Первый устав это в офисе Приво в Париже, зарегистрирован в 1341 году. А сама гильдия на улице, которая называлась, собственно, Дежанглерс, то есть улица музыкантов-исполнителей, и, как мы сейчас сказали, министрели, и она объединяла вот эта вот гильдия исполнителей, это очень важный момент, на громких и тихих инструментах. Громкие инструменты это как раз вот эти вот духовые, вот эта перкуссия, и главным образом, когда мы говорим о министрелях, о министрелях 14 века, это инструменты громкие. И вот именно городские инструменты, это прежде всего инструменты громкие. Тихие инструменты оставались на службе у церкви, например. Существуют, опять же, чудесные расходные книги 14 века, которые говорят о том, что к тем же министрелям обращались или просто давали церкви, монастыри, такие вот, как бы сейчас сказали, гранты, а может даже конкурсы проводили, на то, чтобы на какие-то праздники музыкант с виелой прежде всего пел бы какие-то жесты, шансон-де-жест, то есть рассказы о святых и прочее, прочее. То есть вполне возможны какие-то и кондукты, и прочие произведения. Может быть, и лэ, и они пелись в церкви, в клуатре монастырей. Но город, городу было интересно процессии по улицам, на которых были вот эти вот громкие инструменты. Да, гильдии министрелей объединяли и тихие, и громкие инструменты, но если мы посмотрим на должности, которые занимали, вот на книге, в которой говорилось о музыкантах, прежде всего речь идет, конечно, о громких. То есть там в Монпелье за сто лет в книгах появляется на каких-то должностях в гильдии только два исполнителя на тихих инструментах. Итак, чем занимались гильдии? Ну, прежде всего, гильдии занимались в том числе и благотворительностью. Они просто, это одно из способов городского объединения по той или иной специальности. Занимались благотворительностью, давали тем же самым братством, деньги собирали со своих. Дальше иногда гильдиям давались определенного рода лицензии. То есть в городе можно было выступать только, если ты получаешь лицензию от гильдии. Собственно, до сих пор в некоторых городах сохраняется такая же особенность, что нужно получить либо лицензию, либо заплатить деньги, чтобы поступать на улицах, либо где-то еще в городе. Дальше распределение доходов. Соответственно, решалось, кто где будет играть. Для того, чтобы не было какой-то монополизации рынка, а для того, чтобы можно было как-то распределить доходы. Ну, еще гильдии занимались обучением. То есть известно, что в районе, ну, примерно, обычно обучение тогда, в 14 веке, в любой гильдии не длилось более 10 лет. Музыканты были не исключением. Немного документов на эту тему сохранилось. Ну, речь идет, может быть, о 5-7-летнем обучении. И в тех ученических договорах, которые дошли до нас, говорится о том, что в конце ученик получает свой инструмент, соответственно, свое место, где он будет играть. Он или она. Вот это довольно интересно, что, по крайней мере, когда создавались гильдии, то вот в парижской гильдии то ли треть, то ли четверть женщины были. Потом это стало уходить. Вот уже в 15 веке, во время Ренессанса, количество женщин в гильдиях министрельских резко уменьшается. Итак, появились министрели. Точнее, слово появилось раньше. Реально городские музыканты появляются примерно после вот этих чудовищных потрясений начала 14 века. Они распространяются к середине 14 века, наверное, по всей Европе. Появляются вот такие вот ансамбли духовых инструментов, небольшие, буквально от двух до пяти человек, и распространяются по всей, собственно, Западной Европе. Интересно, что происходит еще одна особенность. Появляются так называемые министрельские школы. Что означало министрельская школа? Это не в том плане, как вот школа-конторум, как в папской капелле. Ну, вообще, школа гораздо более многозначное слово, чем нам сейчас представлять. Как вы помните, даже школа-конторум – это просто папская капелла, то есть не школа изначально. То, собственно, в 14 веке на некоторых европейских языках держать школу на французском, на нижнем немецком, на верхнем немецком, означало как бы то, чтобы мы сейчас сказали – проводить конференцию или симпозиум, либо просто принимать участие вот в таком каком-то симпозиуме. Итак, министрельская школа – это, скорее всего, такая вот большая конференция, не научная, а такая научно-практическая. Она совершалась на 4-е воскресенье Великого Поста. И вообще, как вы понимаете, вот министрель на работе у города – это прежде всего какие-то процессии и праздники. В пост никаких праздников нет, поэтому большинства министрелей отпуск приходился на Великий Пост. И 4-е воскресенье Поста – это как бы такой момент прекращения немножко Поста. И такой вот момент некоторой радости уже в середине Поста. И на этот момент были запланированы определенные празднества, открытие вот такой вот школы. Школы главным образом были во Фландрии, или вообще на территории современной Бельгии, или на Северной Франции. Приезжали туда не только, соответственно, из Фландрии, из Нижних земель, из Франции. Там были из Испании, тогда из Кастилии, Арагона, из Германии, из Англии. То есть приезжали туда разные министрели. Чем они там занимались? Ну, во-первых, там происходил наймузыкантов. То есть если городу нужно нанять музыкантов, и не хватает своих, ехали туда. Потом были, собственно, празднества, когда приезжали, даже городам интересно было нанимать музыкантов, потому что приезжали купцы просто посмотреть. И как бы это такой большой фестиваль был. Министрельская школа. Там же обучались новым песням. Например, где обучиться, что же играть, какую музыку играть вот этим бандам. И там же, собственно, покупали инструменты, там проходило и обучение какое-то. Теперь насчет, собственно, музыки, которую играли. Все, что мы знаем, как вы помните уже о музыке предыдущей, 13-14 века дошло до нас в нотах, которые записаны в другой культуре, не в городской. Прежде всего, это монастырские школы, это большие соборы, это придворные какие-то рукописи. Соответственно, и раньше городская музыка не доходила, до переписчиков особого интереса не было. Да и сказать честно, и в 14 веке городская музыка могла быть очень простой. Как я сказал, в Германии это могли быть те трубачи, которые играли, это были просто какие-то позывные. Но вот эти позывные послужили монаху Зайцбургскому одним из голосов для его полифонических произведений. Вполне возможно, что что-то подобное исполнялось и ансамблями, вот этими духовными ансамблями, министрельскими ансамблями, потому что, собственно, министрельской музыки 14 века, вот этой вот духовой музыки 14 века до нас не дошло. Но как она, возможно, могла бы звучать, можно предположить и по тому, как звучала York Waits, ансамбль The York Waits, и тому, что написал монах Зайцбургский. Давайте прослушаем его полифоническое произведение в исполнении ансамбля Леонес. И один из голосов вы услышите. Это, собственно, позывной вот этого гарниста, трубача городского. Вы прослушали фрагмент одного из произведений монаха Зайцбургского, это как раз 14 век, в исполнении ансамбля Леонес. Итак, возвращаясь к вот этим чудесным министрельским школам, традиция их тоже прервалась и как-то совершенно, ну, может быть, неожиданно, примерно в 1147 году, опять вот эти вот мистические сороковые годы 15 века, мы об этом еще обязательно поговорим, а первая зафиксированная школа прошла в 1313 году, как раз перед вот чудовищными изменениями, в начале их климатическими, как раз перед голодом, выпре, поэтому не случайно, что следующее пройдет только через 5 лет в Брюгге. Итак, это были местные локальные школы и они продолжались именно в тех землях примерно по 40-е годы, сначала в Мехельной, потом в Генте. Неожиданно вот в конце 50-х и 60-го года начинают проходить регулярно, иногда в некоторых городах и до 1447 года, то есть на протяжении вот этих вот 80 лет, более чем 80 лет, ежегодно происходят министрельские школы и это одно из главных вообще городских событий. И вот так получилось, что до сих пор я рассказывал о министрельских школах, о музыке прежде всего для громких инструментов, а ее-то не сохранилось. В то же время рукописи 14 века доносят до нас и инструментальную музыку, которая происходит совершенно из других источников, то есть не городских. И, вероятно, она для тихих именно инструментов, для музыкантов, которые работают в придворных и монастырских капеллах. И эта музыка довольно удивительна. Например, существует аббатство Робертсбридж. Его сейчас нет. Город Робертсбридж есть в Восточном Сассексе, в Англии. И оттуда к нам пришел Робертсбриджский кодекс, в котором есть буквально несколько произведений. Посмотрите на ноты, которые находятся рядом. Это самая первая вообще дошедшая до нас табулатура. То есть вот чем отличается обычная нотация? Нотация, она изначально была для певцов. В табулатуре, в лютневой табулатуре, обозначаются струны, на которых нужно играть. Нечто подобное. И здесь это клавишная табулатура. То есть мы видим, впервые существует рукопись для конкретного, если не чисто музыкального инструмента. Мы не можем говорить, что это написано там условно для скрипки. А в этом случае мы не можем говорить, что это произведение написано исключительно для органа или там для органета. Оно написано просто для клавишного инструмента. Соответственно, может быть исполнено на любом, вероятно, клавишном инструменте 14 века. Возможно, если бы мы больше могли знать о том, что происходило в Робертсбриджском аббатстве в 14 веке, если бы дошло больше информации для нас. Возможно, мы могли бы сказать, для какого именно инструмента это написано, но в любом случае это середина 14 века и самая первая рукопись, в которой, понятно, для какого рода хотя бы инструментов написана эта музыка. Давайте послушаем из тампи, начало из тампи как раз, из Робертсбриджского кодекса в исполнении ансамбля Дюфе Коллектив. Робертсбриджского кодекса Это был фрагмент Астампи из Робертсбриджского кодекса в исполнении ансамбля Дюфе Коллектив. Это английская музыка, английская рукопись. И вот такой английский подход к инструментальной музыке. Интересно, что там представлено также еще и произведение Филиппа Девитри и, видимо, инструментальной вариации на два матета Филиппа Девитри. Во Франции, то есть мы так постепенно переходим во Франции, это часть одной общей культуры была, по крайней мере, в 14 веке. Англия, Франция. И вот, собственно, в самой Франции были дописки к манускрит Дзюруа. Мы уже говорили о них, когда речь шла о музыке 13 века, то есть в 13 веке были дописки, делались королевские истампи, то и в 14 веке делались дописки королевских истампи. Собственно, вы видите здесь еще 4 истампи, которые были дописаны уже в 14 веке. Они уже становятся несколько короче, чем истампи 13 века, но сохраняют все ту же самую форму. Я просто напомню, что у них всегда есть каденция открытая и закрытая, первоначальная и конечная. Есть так называемые парс, то есть часть, после которых следует открытая и закрытая каденция. И вот после этой каждой из парс или пес, как они называются, их количество, вот этих вот парс или пес, становится меньше у истампи 14 века. Давайте прослушаем с вами небольшой фрагмент 5-го королевского истампи, который как раз 14 века в исполнении ансамбля Алла Франческо. Это был фрагмент 5-го королевского истампи. La Quinte истампи Реаль 14 века в исполнении ансамбля Алла Франческо. Как вы видите, они даже называются немножко по-другому. Истампи 13 века, истампи Рояль, то сейчас они Реаль. То есть подразумевается, видимо, то же самое, ее королевскость какая-то, но вот она и пишется, и произносится, вероятно, иначе в 14 веке по сравнению с 13 веке. И музыка несколько другая при сравнении с истампи 13 века, несмотря на то, что они находятся буквально на соседних страницах в той же самой рукописи. Итак, мы прослушали французскую, вот эту вот тихую музыку инструментальную, а мы прослушали английскую инструментальную музыку. И если вы помните, когда речь шла о музыке Тричента, буквально в предыдущей трансляции, упоминалось Принципио Диверту, благодаря Джангле Аце Висконтия, и это истампито, то есть вот тот же жанр истампи, примерно с теми же качествами, но несколько более развитые, особенно по сравнению с истампи 14 века, с французскими, он появляется и в Италии. И существует рукопись, которая находится сейчас в Лондоне, иногда называют кодекс ло, в ней находятся истампи, а помимо истампи еще и танцы, хотя вот некоторые из них написаны буквально в той же самой форме. Причем интересно, что мы знаем танец сальтарелла, от глагола сальтаре, как бы прыгать, то в этой рукописи они называются сальтерелла, то есть они ренессанс и сальтерелла, поэтому связь, она вероятно существует между этими танцами, между 14 и 15 века, но вот с точки зрения танца мне сложно как-то это комментировать. Рукопись довольно веселая, она действительно посвящена для того, чтобы играть с нее, то есть многие рукописи были вокальные до 14 века, возможно, не предназначены, чтобы напрямую с этой рукописи исполнять, то здесь мы видим явно исполнительскую рукопись, если вы посмотрите, вы увидите совершенно такое обилие разных значков, пальцы, которые показывают, где играть дальше, значки, которые как бы переноса и прочее, то есть рукопись предназначена, чтобы с нее прям играть, разбирать музыку, в этом смысле довольно интересно. Давайте послушаем Сальтерелло, как раз первый из Сальтерелло в исполнении ансамбля Франческо. Алла Франческо – это также произведение итальянское и, вероятно, вот как раз танец. Вы прослушали фрагмент первого Сальтерелло, который как раз в форме из Тампи записан в исполнении ансамбля Алла Франческо. Это итальянское инструментальное произведение, оно записано в рукописи уже рубежа 14-15 веков, судя по музыке, вероятно, несколько более раннее, и в этой рукописи, соответственно, содержится произведение Принчипи Дверту, связанное с джангля, Ацца Висконти, со временем его владения графством Верту. Ну, и вот смотрите, просто как бы подводя некоторый итог. Во-первых, происходит в 14 веке эмансипация городских музыкантов, которых чаще называют, начинают называть министрели, появляются гильдии, вот этих вот министрелей, которые, конечно, с одной стороны объединяют исполнителей на тихих, громких инструментах, но городские музыканты это прежде всего исполнители на громких инструментах. Вот в 14 веке на самое такое обычное сочетание это трубы и инструменты с двойной частью, тростью и ударные, вот такой ансамбль небольшой духовой. Тихие инструменты иногда тоже играют в городе, они используются в том числе и в городских каких-то, не знаю, процессиях, свадьбах, ивентах, как бы сейчас сказали. Но тихие инструменталисты, если можно так сказать, исполнители на тихих инструментах, прежде всего струнных, они остаются придворными, наверное, главными придворными музыкантами и инструментами, и музыкантами, использующимися в церкви. Так и, собственно, в 14 веке и происходит увеличение количества, как вы помните, органов в церквях именно в 14 веке, маленьких переносных и потом уже больших. И музыка для органов, вероятно, впервые появляется в Робертсбридском кодексе, это середина 14 века. У меня как бы основной материал закончен. Если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Если же нет, следующий разговор, следующая трансляция будет посвящена музыке Арс Субтиллер, совершенно фантастической, сложной, чудесной, небесной и земной. Большое спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами, слушайте трансляции ВКонтакте, подписывайтесь на YouTube-канал, где эти трансляции выкладываются. Подписывайтесь на нас в Телеграме, на Фейсбуке. И спасибо еще раз. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok